Еще одно следствие или, если угодно, побочный эффект эпидемии коронавируса, природа очистилась настолько, что стали заметны признаки гражданского общества. На неделе саранские школьники и министр образования Мордовии Галина Явкина упражнялись в жанре публичной видеопереписки. На неделе в группе доска позора «Саранск» появилось видеообращение саранских школьников к Министерству образования Мордовии. Ученики 12-й гимназии коллективно просили разрешить им провести последний звонок. Не прямо сейчас, а когда это будет безопасно. Отмечу, школьники говорили грамотно, спокойно и очень обстоятельно. Давайте послушаем молодежь. Мы не просим вас о том, чтобы наш последний звонок был проведен в ближайшие сроки. Его же можно провести в июле или августе. Мы не хотим, чтобы наш последний звонок проходил в онлайн режиме. Поставьте себя или своих детей на наше место. Это эволюционный этап редкого жанра открытого письма. Авторы ученики обозначили проблему, привели аргументы в пользу своей точки зрения и предложили разумный вариант решения. Итог. Послание дошло до адресата. И в этот же день министра образования Мордовии Галина Явкина школьникам ответила. Что особенно приятно, чиновник остался в рамках заданного формата и говорила со школьниками на понятном и простом языке. Дорогие ребята, выпускники 2020 года, я прочитала ваше обращение. И не думайте, пожалуйста, что я не разделяю с вами горечь и вашу обеду. Поэтому сейчас обращаюсь я к вам. Впоследствии Галина Явкина признается, что ее покоробило разве что название площадки, на которой появилось обращение школьников. Ну, какой тут позор на самом деле. Однако именно за счет популярности этой группы ВКонтакте про инициативу учеников узнало максимальное количество пользователей. Почему министр не проигнорировала все это, думаю, дело именно в том, как к ней обратились выпускники. На этом небольшом примере мы имеем уникальную возможность наблюдать диалог власти и общества. Без истерикостенаний, без обвинений и экзальтации с обеих сторон. Это язык гражданского мира, язык зрелого общества. Скажу больше, эти школьники, что решили таким образом свою проблему, оказались гораздо мудрее иных диванных обвинителей. Идеала, увы, нет ни среди нас, ни тем более уж во власти. Но огромное число проблем можно решить. И на множество вопросов можно получить ответы, если слушать и слышать друг друга. Кажется, школьники преподали важный урок взрослым.